Очень много погибших, пострадавших в Белгороде. Мои искренние соболезнования всем ребятам. Мы узнали популярного блогера. Он самый крутой. Просто фантастика. В очередь стоит к Дедушке Морозу. У вас есть шанс увидеть самую красивую елку Кубани. Только посмотрите, какое количество людей. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Меня зовут Юрий Азаровский. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. За сегодняшний день у нас случилось очень много событий. И вообще больше ста мероприятий будут происходить в эти праздничные новогодние дни. В нашем городе-курорте Анапа. Сегодняшнюю эстафету открыли наши моржи. Устроили заплыв Дедов Морозов. Дорогие друзья, с темпи, пламя и солнечные премьеры в городе-курорт Анапа. Сегодня 30-е декабря. В городе 15 градусов, морюшка плюс 10 градусов. И мы собрались здесь, чтобы всю Россию поздравить с Новым Годом. Три, четыре! С Новым Годом, Россия! Также для моей личной жизни произошло мочущее событие. Сегодня Оксана уехала к себе в Ставрополь. Стался один на Новый Год. Такого со мной еще не случалось. Такой новый экспириенс. Поплакали, погрустили. Будем стараться жить дальше. И будем надеяться, что все будет хорошо. Сейчас, вы можете не поверить, в Анапе 1 января открывается каток. Вы только себе представьте, ребята, каток в Анапе. Откроется он в парке джунгли. С 10 утра будет работать. Это просто фантастические новости. Я об этом мечтал очень много лет. Надеюсь, что получится побывать на открытии. Стоимость проката 500 рублей. И 250 рублей прокат коньков. Если у вас нет своих. Пишите по цене. Это дорого или нет. Я просто не знаю, сколько стоит в ваших городах. Сегодня я решил в красивом формате для вас снять то, как выглядит новогодняя Анапа. Вышло на прогулку огромное количество людей. Здесь их действительно много. Я не ожидал, что в предпраздничный день будет столько гулять. Парковочных мест вокруг просто нет. Плюс 10 градусов. Люди раздеваются, чтобы сделать красивые фотографии на фоне нашей красоты. Начнем обзор от администрации города-курорта Анапа. Для начала хочу вам рассказать. Если вдруг вы не успели сделать новогодние покупки, украсить свою квартиру, посмотрите на этот магазин. А также есть там цветы. Круглосуточно в Анапе. Друзья, мы с вами находимся на улице Крымская, 216А. Магазин называется Цветочный базар. Здесь есть все для праздника. Огромный выбор цветов. Два холодильника. А также мягкие игрушки и фейерверки. Магазин работает круглосуточно. Есть система бонусов поощрений покупателей. И здравствуйте. Мы вас приветствуем в нашем магазине Цветочный базар, который работает круглосуточно. Здесь у нас большой ассортимент готовых букетов, композиций, коробочек, корзиночек на любой вкус. Также у нас есть второй холодильник с большим ассортиментом срезанных цветов. Лилии, хризантемы, гипсофилы, альстромерии. Розы у нас есть от 50 рублей до 280. В преддверии Нового года у нас очень большой выбор елок, подарков, игрушек. Также мы запаковываем новогодние подарочки. Упакуем ваши подарки, чтобы порадовать ваших близких. У нас большой ассортимент мягких игрушек. Также у нас есть большой ассортимент шариков. Латексные и фольгированные. Надуваем любые сеты. В продолжении Нового года у нас есть большой ассортимент новогодних елок. Есть также оформленные. Можем оформить под ваш интерьер. В любом стиле. Есть домики, Деда Мороза, медведи, олени. Для вашего интерьера также подойдут для подарков. Можем оформить интерьер вашего дома, офиса вот такой вот красотой. Можете приобрести у нас фейерверки. Выбор большой, чтобы порадовать ваших детей. У нас имеется бонусная программа UDS. Это скидочная карта в вашем телефоне. Там наша компания дарит сертификат на 500 рублей. И с каждой покупки возвращаем вам 10%. Ваши баллы не сгорают. Друзья, магазин очень большой. Выбор здесь огромный. Как цветов, так и праздничных украшений. Вам помогут оформить любой ваш праздник, любое ваше событие. Приходите, пользуйтесь. И помните, что ребята здесь работают круглосуточно. А мы с вами отправляемся дальше на наше путешествие. Помимо украшения возле администрации, также играет и новогодняя музыка. Она создает дополнительное удовольствие от атмосферы Нового года. Это просто невероятно. Ощущать все эти эмоции и делиться ими с вами через экран. Потому что в своих городах, возможно, вы также почувствуете всю теплоту и любовь нашей Анапы. Вот тоже красивая шапочка у мужчин. Прям классно. Ух ты, ребятки. Вы только посмотрите, какое количество людей вышло на прогулку. Вот это да. Вот так вот заканчивается ферично наш год. Дай бог, что в следующем году самое главное было мирное небо. Я, честно, не ожидал, что мы увидим такого много людей. Я, конечно, думал, что народ выйдет на прогулку. Но обратите внимание, вот это да. Вот это предновогодняя суета ночная. А что же тогда будет завтра в новогоднюю ночь? Пишите, как вы собираетесь праздновать. Пойдете ли куда-то гулять или будете дома отмечать. Может быть, я из ваших советов найду себе какое-нибудь и сделаю точно так же. Заработали аттракционы. Работает Формула-1. И, конечно, при таком количестве отдыхающих почему нет? И так же колесо обозрения функционирует. Несмотря на то, что некоторые кабинки не горят, они повреждены. На других вы можете прокатиться. Сколько много детей. Предновогодняя суета. Появились прокаты. Дельфинов, помню, мы с дочкой тоже катались на них. И сам в одиночке катался. Кстати, лазерное шоу началось. У нас идет инсталляция. Показывают историю города Анапы. На Театральной площади два раза за вечер. Приходите посмотреть обязательно. Программа мероприятий, которая у нас проходит, новогодние праздники полностью, будет опубликована в нашем телеграм-канале. Вы видите, как выглядит ссылка сейчас на экране. Подпишитесь на него. Я думаю, что вам понравится. Паровозик этот очень многие критикуют. Не нравится он людям. Также работает вкусная точка. Посмотрите на улице. Все места заняты. Вот так вот все. Популярно настолько. Здесь сегодня проходил у нас открытый микрофон. Этапы конкурса на лучшего исполнителя из народа. Если захотите спеть, приходите, поучаствуйте тоже. Ну, а это Art Street. Здесь у нас наши мастера предлагают изделия из анапских, наверное, материалов. Но в любом случае сделаны именно анапскими мастерами. Такое очень интересное, уютное место. Можно прийти, что-то интересное, эксклюзивное найти на подарочке. В общем, здесь очень всего много, ребятки. Приходите погулять. О, слышен бой курантов. Это здесь также украшение. Утракон. Название Art Avenue. И музычка сопровождает вашу прогулку. Я чувствую себя, как будто действительно уже сегодня Новый год. Все идут с напитками. Прям популярно. Там впереди продают больших количествах Glintvein. Я думаю, что люди как раз-таки этим и пользуются. Изделий тут очень много разных. Надо идти самим смотреть. Я показывал их уже неоднократно. Ну, а это наша самая интересная надпись. Сноп годом. Я очень многие подкалываю, прикалываю, но все как есть. Здесь у нас праздничный новогодний базар и ярмарка. И можно как раз-таки прикупить разнообразные вкусняшки. Собственно, почему бы это и не сделать. Вот ценненько можете посмотреть. Те же самые блины сколько стоят. Ну, и Glintvein. Здесь, по-моему, 300-350 рублей продажи. То есть вариаций много. Чем можно порадовать себя, своих детей сладостями. Желание только прийти и наслаждаться новогодней атмосферой нашего солнечного города. Хотя сегодня хотел прийти на закате, но заката как такового, в большом сожалению, не было. Зашли тучи и спрятали от нас солнышко. С левой стороны у нас сказка называется, заведение. У них тоже очень красивые украшения сделаны. Мне, по крайней мере, понравились. Пишите ваше самое любимое в этом году место, где было красивее всего. Ну, а самое главное, для всех тех, кто приедет в этом году в Анапу, у вас есть шанс увидеть самую красивую елку Кубани, Краснодарского края. Было голосование, и наша елочка вот в такой инсталляции победила. Это невероятно круто. Кстати, посмотрите, какая красота на деревьях. Это лазерное шоу, как раз таки, которое идет вот из этой вышки. Транслирует вообще на здание Родины. То есть там нужно будет посмотреть об истории Анапы. Как вам наша анапская красавица? Нравится или нет? Пишите, мои дорогие друзья. Сегодня людей настолько, сколько первый день открытия площади. Украшено действительно здоровски. Центральная елка 22 метра. Десятиметровые пять штук по периметру. И звездное небо. Я когда впервые увидел, такой вау, какова красота. С людьми эта площадь выглядит еще более значимой. Ее обновили в этом году. Добавили много разных элементов. Скамеек, малых архитектурных форм, подсветку в тротуар. Что теперь привлекает людей. Не приходит насладиться нашей анамской красотой. Потому что каждый вау-эффект создает возможность привлечения новых туристов. И благодарен всем, кто в этом году выбрали Анапу, как место проведения своего новогоднего праздника. Ну и куда, как думаете, стоит очередь? А очередь стоит к Дедушке Морозу. С детками, чтобы получить поздравления от него. Дети счастливы. И это прям очень хорошо. Приходите. Дед Мороз здесь каждый вечер ждет вас с вашими детками. Как раз сейчас и начинается проекция. То есть будет показана история Анапы. Я снимал для Телеграма. Очередь немножечко уменьшилась. Телеграм вам дает возможность смотреть видео быстрее, чем они выходят на Ютубе. Потому что там такой живой эфир. Зашли и увидели, где я, что я делаю. Какая красавица, ребят. Как горят огоньки, кораблики, песковички наши. Все именно в стилистике нашего любимого города. Да, просто фантастика смотрящей. Не верится, что действительно на такую красоту способны люди. Создавать ее просто для всех бесплатно. Чтобы люди приходили, смотрели и наслаждались этим. Я в очередной раз благодарю всех тех, кто причастен именно к появлению красивых мест в Анапе. Так как это театральная площадь. Так же, как и выглядит наша елочка новая. Здесь скамейки. По центру фонтанчик. Там дальше, возле арки, фонтанчик, правда. Пока отключили. Но в первые дни он работал. Какая же красота-то Анапе. Я рад, что действительно она сработала. И люди выходят из дома, гуляют. Это то, чего нам очень давно не хватало. Как хочется, чтобы, как говорится, это никогда не кончалось. А только продолжалось и продолжалось. Думаю, что лазерное шоу. Вы придете, посмотрите абсолютно бесплатно сами. Чтобы не портить интригу. Но я хочу сказать, что она очень красивая. Так что не теряйте времени. Ждет вас. Ребята, с Новым Годом! С наступающим! Посто, с наступающим Новым Годом! Самое главное – здоровье, счастье. Чтобы у вас все было хорошо. Мы узнали популярного блогера. Он самый крутой. Подписываемся, ставим лайки и колокола. Ребята, с наступающим! Всех с Новым Годом! Это мы, мы популярные теперь. Всем пока! Популярные. Просто говорю, это вы катались на бустере? Да ладно, не может быть. Я говорю, на всех экстремальных аттракционах катался я. Это круто, это вообще волосы. Ну, девчонку прям зашло. Такие вот эмоции подарили мне. И это прекрасно. Общайтесь с молодежью. Не думаю, я сначала на них буду что-то там ругаться или еще. Что-то когда подошли такие. Вы хотите, я говорю, привет передать, передавайте. Мы будем только рады. Какой элемент добавился? Качельки. Спасибо за него. Качелек надо как можно больше для детей. Там можно горочки ставить. Место тут позволяет, чтобы детям было чем заняться. Не хочется, честно, отсюда уходить. Какая-то сверхумиротворенная атмосфера здесь. Все выглядит очень красиво. С таким вау-вау эффектом. В общем, Анапа в этом году на 100% готова к встрече Нового Года. Но, ребят, это же еще не все. То есть есть еще другие места. Пойдемте-ка прогуляемся к ним. Прекрасно под такие звуки сидеть, отдыхать. На этих лавочках ждать, пока ваши детки накатаются. Фантастика. Я прям в раю нахожусь. И счастье в том, что Анапа настолько преобразилась. Есть что поснимать, есть что показать. И для вас, я думаю, это тоже очень интересно в ваших городах. Конечно, самокаты это бич вообще нашего времени, к большому сожалению. Смотрите, как обновили эту зону. Тут установили лавочки, хотя, по-моему, там какие-то были. В общем, в лесочке у нас детки тоже заняли практически все качели. И развлекаются своими родителями. Великолепное решение. У нас теперь освободилась зона еще перед площадью театральной. И там тоже можно поставить побольше качелей. Здравствуйте. Вас с наступающим. Спасибо вам за чистоту у нас от души. Благодарю. Так вот, люблю наших подписчиков. Все равно тех, кто занимается благоустройством города. Их там у меня очень много. И всем людям я еще раз передаю огромный привет. Ребят, спасибо вам большое. Вы делаете колоссальную работу. Сейчас можно ужаснуться от того, сколько мусора выбросило море после шторма. Вы видели это видео. И людям все это убирать. Мы дошли до русско-турецких ворот. Это остатки древней крепости Горгипия, которая здесь была, за которой сражались наши войска. Но в итоге она стала городом Анапа. С левой стороны одноименный музей Горгипия за забором находится. Ну вот, насколько же круче стала прогулка именно здесь теперь, по этой улице, к морюшку. Я думаю, что каждый, кто сейчас идет с нами в этом видео, ощутил все эти моменты. Можно было бы, конечно, сделать нарезочку. Но мне хочется передавать полностью всю атмосферу. Потому что выглядит все грандиозно и просто великолепно. Вот один фонарь сломался. Здесь инсталляции, но их лучше смотреть днем. Сейчас они плохо подсвечены. Ночное видео не возьмет глазками. Можно разглядеть, а камера не может передать. Здесь ручей, который течет теперь у нас тоже к морю. Но не втекает в него. И он с подсветкой. Посмотрите, как это красиво смотрится в ночное время. То есть дневное показывал, говорил, что подсветка есть. Вот так вот, мне кажется, лучше всего его ощутить в полной мере. Тут можно сесть на скамеечку и поджурчание. Ручейка этого наслаждаться нашим морским воздухом. Какова красота, друзья? Не перестаю восхищаться нашей обновленной прогулочной зоной к морю. Я надеюсь, что вы настолько счастливы, как и я. Давайте бросим еще один взгляд из конца в ту сторону и ощутим всю красоту и мощь этих территорий. По правой стороне, смотрите, не горит подсветка. Наверное, что-то где-то не включили или замкнули. Выход к морю. Здесь у нас достопримечательности алые паруса. Есть инсталляции тоже, светяшки стоят вдоль. У них тоже люди фотографируются, но не так активно, как возле Анапы. Но самое главное достопримечательность здесь, конечно же, наше любимое Черное море. Друзья, посмотрите, как сейчас выглядит подсвеченная зона, которую он уже все уши прожужжал. Как там прекрасно можно проявляться. И, собственно, наш морпорт и сама набережная. Шум моря доносится сегодня. Он такой нежный, ласковый ветер. Немножко стих. И до второго числа мы без кайтов пока отдыхаем. Отсюда набережная выглядит еще прекрасней. И можно увидеть, сколько там людей прогуливается. Но я думаю, что надо вливаться в их компанию и вместе с ними идти смотреть наши достопримечательности в ночное время, чтобы прочувствовать это все. Ну, как говорится, разогреваем аппетит. Пора покидать эти благодатные места. Слушайте, погода мне сегодня, знаете, как будто подарена небесами. Такая спокойная, тихая, шелест моря. Людей много на прогулке. Плюс здесь температура воздуха. Облачки красивые плывут по небесам. Тара-са-та. Надо администрации обратить внимание, что очень мало подсветки на лесенке. Надо как-то увеличить количество света. До того, как говорится, подсветка архитектурная. Выглядит гораздо красивее. Привлекаем свое внимание. Могуче появится светло, чтобы... Уф, это традиционно работают, ребят. Заведение называется Вино и море. Я уже с ним свыкся. Раньше оно мне мешало, то, что закрывает невероятный вид с лестницы в морскую нашу гладь. Кафешки тут закрыты, но зато открылась кейчка по продаже разных игрушек. Ну, чтобы, как говорится, было вам чем порадовать своих детей. Море у нас здесь видно уже. Вот пространство позволяет смотреть на него. Раньше стоял забор. Как я счастлив, что его убрали. Заходим в сам парк. Он у нас тоже в этом году обновлен. Вот этой территории не было. Раньше, кто помнит, вообще дискотеки и шалманы были. Потом Дом Страха долгое время стоял. Посмотрите, как бурлит парк аттракционов. То есть все светится. Те же самые машинки. Там почти полная заполняемость людьми. Катаются, наслаждаются новогодним настроением. Живу, конечно, говорить о новогоднем настроении, когда такое случается, как сегодня. Очень много погибших, пострадавших в Белгороде. Мы искренние соболезнования всем, ребят. Идет война у нас. И самое важное, ребятки, сохранять позитив. Это только наш двигатель. Потому что если мы будем хандрить, скулить, то нас можно и не побеждать. Мы уже побеждены. Искренне от души желаю всем скорейшего, мирного неба. Ну, такое время мы живем. Атмосфера парк аттракционов. Все работает, светится, привлекает внимание. Допустим, видите, кабинка повреждена. Штормом века она не подсвечена. И в нее не сажают людей. Все остальные целы. Самое главное, что такое шторм выдержившего колеса. Значит, на нем можно безопасно кататься. Аккуратно за рулем юные автомобилисты. Какое счастье для детей. На чем-нибудь прокатиться. Очередей на колесо нету. Возможно, это только пока. Салюта в Анапе именно от администрации быть не должно. Но обычно у нас там все долго так салютом, что и не надо, как говорится, от администрации. Весь город сияет. Но хотелось бы, чтобы в этом году все-таки люди немножечко воздержались. Потому что все эти шумы, звуки напрягают, если нежно сказать. Что может быть лучше? Детский смех, крики, визги и счастье. О чем еще хотите, о чем еще мечтать, мои дорогие друзья. Красота. Чебурашки популярные. Анимешки. Ну и прокат в машинах собрал много людей. Все изголодались под летним развлечением. В общем, у ребят идет бизнес, и все хорошо. Не хватает только продажи мороженого. В общем, парк тоже притягателен. Место хорошо освещено, украшено. В принципе, можно было, конечно, больше. Ну и так, я думаю, выглядит симпатично. Все светящие сезоны очень популярны для фотографий. И это очень-очень хорошо. Даже такие вот на ручках. Любовь, морковь, все дела. Желаю всем любви от души, друзья. Я никогда еще не оставался в Новый год, по-моему, в одиночестве. Такой экспириенс будет довольно-таки интересный. Вот это смотрю по сторонам дома. Может быть, куда-то поехать, что-то увидеть. Но решиться никак не могу. Это прям грустинка. Мы выходим, ребята, к зоне освещенной, пляжной. Впервые это реализовано. И выглядит очень красиво. Ну и, собственно, привлекает большее количество людей, чем раньше. Обычно все шли там сверху, до Гребенской. А теперь гуляют по пляжной территории. Почему бы и нет? Особенно в такую великолепную погоду этим надо заниматься. Когда вы приезжаете к нам на курорт, дышать морским воздухом. Не лежать, как говорится, на лежаках и диванах, а ходить, гулять. То же самое по берегу. Пошли, остановились, искупались. Чистое море нашли, там грязное море нашли. Погрустили и дальше отправились. Большое количество детей гуляет. Обратите внимание на вот эти вот скамейки-лежаки. Идеальное место, чтобы присесть, прилечь и получать удовольствие. И в солнечный день, и вечером теперь. Ох, какая милота. Девушка с собачкой. Брались до сказок песковика. Так называется именно фото-зона. Большая здесь имеется. Помимо этих лежачков и вот такие скамеечки, на которых можно качаться. Что это скамеечки называют? Качели. И уложен настил для более удобных прогулок. Есть мусорные ведра. То есть не бросайте ничего нигде. Оставляйте после вас все чистым и красивым. Здесь, конечно, шторм немножко подпортил атмосферу. Все было уже готово и красиво. Но пришла волна. Надеемся, что больше она не появится. И такие вот мотивы, в которых можно сделать красивые фотографии на память. О посещении нашей Анапы. Так, не все, кстати, работает. Подсветка, видите. Здесь инсталляция что-то не хочет зажигаться обратно. Подтопил, наверное, провода. Я думаю, не страшно. Особенно на фоне того, сколько всего работает. И сколько всего красивого можно увидеть. И как это нравится детям. То есть дети сами хотят делать фотографии. Вот. Музыкальная шкатулка. Елочка из песка. Еще кунчик. Очень много разных классных объектов. Красота из каждого угла. У нас в этом году в Анапе. Но впереди там вообще грандиозное место. Кстати, вот тоже кто успел первые сделать фотографии снеговики сани, сейчас тоже не светится. Хорошо, что техника сейчас позволяет делать фотографии и высвечивать объекты, чтобы сделать фото более красиво. И вот печка Емели тоже здесь есть. В общем, интересное место. Но самым главным, привлекательным моментом здесь являются сами песковики, которые стоят в начале. Так как мы начали от конца. Один песковик у нас скатывается с горки. Такой маленький. А другой песковичок просто встречает всех наших дорогих отдыхающих и гуляющих в Анапе. Красотища. Вот такие вот сказки у песковика. Очень красивый проход сделан. Сюда повесили фонарики из других мест. В общем, у нас, видите, ничего не выбрасывается. Все везде в Анапе используется по второму кругу. Вход на центральный пляж с улицы Грибинской. То есть, если вы хотите попасть именно на зону отдыха на центральном пляже, то приезжайте по адресу Грибинская. Один. Здесь и кафешечки работают. Дед Мороз встречает на входе. Какова красота. И здесь надпись «Много людей с фотографиями». Фантастика. Просто фантастика, друзья мои. Еще с ароматом кофе. Центральная зона у нас в этом году еще более привлекательна, чем раньше, потому что здесь сделана зона отдыха для всех тех, кто любит посмотреть мультфильмы. Как я говорил, здесь выставляют пуфики, на которых можно посидеть вам и вашим детям и насладиться просмотром разных мультфильмов. В киносянцах тоже сообщаем в Телеграме. Следите за всем, чтобы не пропускать. В любом случае, каждый вечер здесь идет программа. Ну и на новогодние праздники каждый день. Вот наша елочка. Здесь должны быть танцы, наверное, на Новый год. Но это не точно. Возможно, в этом году не будет. Это символ Нового года, надпись 2024. В общем, очень много мест для того, чтобы сфотографироваться. Здесь находятся песковики папа и мама. Пока их дети там развлекаются, катаются и встречают наших гостей. Штиль Нового года. А там у нас есть гость в этом году. Китайский песковик, который, наверное, привлекает людей еще больше. Хотя, вот смотрите, с этим не так много фотографируется. Там с нашими песковиками даже дети обнимаются. Так вот контраст и красота. Наверное, самая привлекательная зона в этом году. Хоть и много критики в интернете в таком формате, что мы что в Китае живем, почему так сделали. Вызвала китайская зона новогодняя. Хотя она очень красива и очень притягательна. Вы сейчас сами увидите, что там людей гораздо больше, чем даже на центральной рядочком с песковиками. Особенно вот этот коридор с шариками китайскими стал, наверное, самым фотографируемым и самым таким местом, часто появляющимся во всех соцсетях. Вы сами можете посмотреть, сколько людей здесь. Все пытаются сделать себе фотографии. Очень интересный свет. И красиво это все смотрится, ребятки. В общем, тут куча всего фотографий делают себе, позируют и так далее. Веселятся люди как могут. Добрый-добрый. Слушай, это прям прикольно. Приятного, чтобы ютуберу звучит отовсюду. Спасибо, ребята. Самое главное, быть полезным людям. Все остальное, как говорится, мелочи жизни. Аромат шашлыка из кафешек не носится. В общем, мостики, кафе, развлечения разные, беседки. Есть лабиринт, через который мы тоже прогуляемся. Здесь невероятно много мест, в которых вам стоит прийти, посидеть, порелаксировать, послушать море, насладиться этим нашим анапским, хотел сказать вайбом, не буду, нашей анапской атмосферы. И получить удовольствие от Нового года по максимуму. Ну, где еще на побережье есть вот такая вот красота. Сделанная абсолютно бесплатно для всех вас, дорогие друзья. В общем, зимуйте в Анапе плюс 10. Комфортно, хорошо и очень привлекательно и притягательно. Я думаю, что сделал свой выбор в пользу Анапы. Вы, блин, не прогадаете. Конечно, впереди у нас еще есть на самый холодный месяц февраль. Но мы верим в лучшее, пускай в этом году он будет самым теплым месяцем. Ну и, конечно же, звуки нашего моря. Они вообще очень сильно лечат душу. Я надеюсь, что и мне помогут найти свое равновесие и все самое хорошее и прекрасное в наступающем Новом году. Я, честно, хочу только мира. Все остальное – это так мелко. Хочется, чтобы закончилась вся война, которая идет по всему нашему шарику земному. И мы жили так же, как раньше, до всех этих пандемий, чтобы все было хорошо и прекрасно. Других пожеланий на Новый год у меня нет. Пишите, если вы солидарны со мной. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Но и здесь можно заблудиться просто от счастья, потому что это очень красиво смотрится. Я очень надеюсь, что красота передается через экраны. И вы ее тоже можете прочувствовать у себя в городах ваших. Те, кто будет писать почему-то в шапке Санты. Ребятки, если у вас есть шапка Деда Мороза, с удовольствием приму в дар. Я уже каждый год об этом и говорю. Меня критикуют, но у меня другой нет. Если у вас есть, делитесь. Я просто посмотрел в интернетах, сколько стоит шапка Деда Мороза. И она мне не по карману. А так с удовольствием бы одел и прогулялся бы. Вместе с вами. Тем более места здесь великолепные. С вами был Юрий Азаровский из Анапы. С Новым годом. Наступающим вас, дорогие мои любимые друзья. И даже не друзья. Все, кто смотрит этот видеосюжет. Дай вам счастья, Бог добра. И чтобы в следующем году было только мирное небо для всех от души. Это самая яркая моя мечта. Все остальное не важно.